Меня зовут Федор Васильев, это пятое видео в рамках данной статьи. В этом видео я покажу бесплатный полезный плагин, который позволит вам следить за количество символов, которые попадают в сниппет. Что такое в сниппет, зачем за этим следить, подробнее в этом видео. В рамках данной статьи было еще 4 видеоурока, если вы их пропустили. Я показал плагины бесплатные, эмоджи, плагин лайк-дизлайк с возможностью комментариев, время чтения, прелоудер. Обязательно посмотрите эти видео, если вы их пропустили. А в этом видео плагин подсчета, символов, в заголовке, в тайтле, в дескрипшн и других страницах. Давайте немножко сначала зайдем издалека. Что такое сниппет? Зайдем в Яндекс.Справочник, видите, сниппет. По сути, это вот такая прямоугольная область, куда входит заголовок, фавиконка, иконка сайта, быстрые ссылки, сам сайт, дальше вот это у нас идет текст, ну и другие параметры. Речь сейчас пойдет именно о заголовке, то есть большими синими буквами, да, и описание. То есть заголовок, это по-другому тайтл, описание, description. Когда вы пишете статьи, создаете страницы на своем Joomla сайте, вы можете контролировать, то есть в идеале надо контролировать то, что будет попадать в сниппет. Ведь от того, что здесь написано, зависит сколько будет переходов потенциальных там ваших клиентов, читателей и так далее на ваш сайт. Поэтому желательно за этим следить. Но ничего страшного, если количество символов будет больше. И сколько их должно быть? В заголовке это где-то 55 символов, ну от 50 до 70. То есть в гугле и в Яндексе по-разному это идет подсчет. То есть 55 знаков, включая пробелы. И для описания, для description, 150 знаков, включая пробелы. Но не вручную же нам это все считать. И что происходит, если мы превысим лимит? На самом деле, вот здесь вот видно на скриншоте, такие три точки, видите, подставляются. Если заголовок слишком длинный, поисковик сам это обрежет. И это не влияет на SEO-оптимизацию сайта. То есть это не ухудшает SEO-оптимизацию сайта. Также и с описанием. Если описание слишком длинное, то здесь будет такая ссылка развернуть. Раскрывается еще один список. Если человек туда кликнет, ну в смысле открывается еще одно предложение. Но если все равно слишком длинное описание, то дальше тоже будет три точки. Но в идеале нужно следить, и чтобы вы понимали, какой заголовок ваш из статьи, какие слова, ключевые вот эти все вхождения точно попадут в сниппет. То есть до точек этих. Значит 55 знаков здесь и 150 в описании. И как я уже говорил, чтобы это все не считать, нам нужен какой-то механизм, который будет это все считать, и чтобы это все было быстро. Обычно такое присутствует в каких-то SEO-плагинах мощных, которые установлены на ваш сайт. Но если вы не используете таких плагинов, то есть просто маленький плагин, который будет это все считать, бесплатный. Давайте его установим и посмотрим, как он работает. Вот страница разработчика, вот данный плагин. Все ссылки я оставлю в описании в этой статье на своем сайте fedorovasilev.com, где можете перейти и скачать данный плагин. Давайте перейдем на мой тестовый сайт и посмотрим его работу. Устанавливаем плагин. Плагин очень маленький, системный. Плагин не имеет настроек. И посмотрим на него. Зайдем. Вот он, видите, называется System. Если мы зайдем внутрь, настроек здесь нет. Ну, у меня он даже автоматически включился. Если он не включился, то нажмите на эту галочку. И как посмотреть его работу? Все очень просто. После его активации, вот в этой нижней части вашего сайта, на английском языке, и здесь такой нолик стоит. Да, сначала, когда я смотрел данный плагин, я даже не увидел, где он подсчитывает. Потому что, когда я установил, я ожидал увидеть где-то вот здесь вот счетчик, который будет показывать. Здесь было бы более правильно, да? Как-то сразу видно. А тут я потерялся. И многие тоже могут не увидеть, что он вот здесь внизу показывает. Ну, видимо, здесь было неудобно разработчику внедрить данный счетчик. Он вот здесь внизу. Ну, на самом деле, просто нужно привыкнуть. И, кстати, он не просто подсчитывает. Он будет сигнализировать, подсвечивать красным, если вы превысите количество знаков в заголовке более 55. Смотрите, вот я пишу заголовок. И обратите внимание, он подсчитывает, видите, в режиме реального времени 11 знаков. Пробел тоже считает. И вот, смотрите, как только я дойду сейчас, как будто бы я пишу заголовок. На самом деле, я его не пишу, просто набор букв. Смотрите, как только 55 знаков я превысил, смотрите, он подкрашивает красным, говорящий о том, сразу нам, да, что заголовок нужно отфильтровать как-то его, чтобы он входил в 55 знаков. Это очень полезно, очень хорошо, если, конечно, вы хотите следить за частотой сниппета, чтобы точно понимать, какие слова туда будут входить. Как я уже сказал, это важный момент. Дальше, в параметры публикации, мета-дескрипшн, то есть это уже описание, где надо 150 знаков. И желательно, чтобы это было не меньше. Описание должно быть тоже емкое. Достаточно, смотрим, вон 113 показано, посмотрим лимит. 150 как превысили, видите, подсвечивается красным. Вот такой вот полезный плагин. Надеюсь, для вас он будет полезен. Если вам понравились данные плагины, мне очень интересно, какой именно из этих плагинов или плагины вы взяли на свой сайт, и они вам понадобились. Напишите, пожалуйста, об этом на моем сайте fedorvasil.com в данной статье в комментариях. Мне будет очень интересно об этом почитать. А мы с вами увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok